Здравствуйте дорогие друзья! Небольшой обзор на препарат метилурацил. Это препарат, который синтезировали в Советском Союзе в 40-е годы прошлого столетия. Препарат относится к иммуностимуляторам и у него очень широкие показания. Применяют его до сих пор. Для приема внутрь в таблетированной форме используется в случае лейкопении, в том числе если есть поражение в случае лучевой болезни. Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, гепатит, подглиотит. В случае мази или суппозитории фректальных используются при проктитах, сигмоэдитах, язвенных колитах, а также раны, эрозии, язвы кожи, трещины, бульозные дерматиты. Это очень серьезные заболевания. С целью профилактики также используется. Так что спектр очень высок. И обратимся к отзывам практикующих врачей. В основном это хирурги. Есть и, правда, дерматологи. В основном проктологи также и урологи. И вот в частности врач-проктолог пишет, что недорогой, достаточно эффективный, иммуностимулирующий и ускоряющий регенерацию ран и петеризацию тканей. Удобное использование трех форм. Видимо, вот таблетки, суппозитории и мази. Отрицательные моменты не встречал при использовании. Широко применим в проктологии во вторую фазу неосложненного раневого процесса после операции и манипуляции. Уролог пишет, хороший дешевый отечественный препарат, ускоряющий заживление ран при повреждениях кожных покровов и слизистых. Обладает местной иммуностимулирующей активностью, нет побочных реакций при применении. Но сетует на то, что нет клинических исследований с хорошим дизайном для оценки эффективности. В принципе, это ожидаемо. Ожидаемо для всех советских препаратов, которые невысокую цену имеют. Большая фарма не желает вкладываться в их, скажем так, дизайн их исследований и проводить соответствующие исследования на уровне тех стандартов, которые сейчас идут с запада. Далее пишет уролог. Наверное, самое дешевое лекарственное средство, которое можно встретить на аптечных прилавках. Минимум побочных эффектов, широкий спектр применения у данного препарата. Используется в хирургии, проктологии, урологии. Обладает иммуностимулирующим эффектом. Практичная форма выпуска в виде суппозиториев ректальных. Дерматолог. Доступный препарат для наружного применения при длительно незаживающих формах раневого процесса. Возможно сочетание с антибактериальными препаратами для лечения инфицированных ран. Также возможно назначение при аллопеции для восстановления волосяного покрова. В инструкции к препарату для этого нет каких-то оснований. Но возможно доктор нашел действительно такой путь, такой способ применения. Препарат противопоказан при риске онкопатологии. Здесь действительно я бы сделал акцент на том, что если препарат стимулирует регенерацию тканей, стимулирует рост клеток, то здесь действительно имеет место опасность. То есть если у человека есть предрасположенность к росту, а выявить это достаточно сложно, можно, ну на мой взгляд, можно только по каким-то косвенным признакам, то в этом случае, конечно, не рекомендуется использовать. Врач-косметолог, доктор наук пишет, что метилуроцил применяла в косметологии случаи, когда вращаются пациенты с ожогами после лазерной деструкции. Эффект ускорения и снятия отеков наступает быстро и гарантированно. Обычно использование недлительное и переносится пациентами легко. Ну, это очень хорошо. И использует это доктор, ну вот, в случаях, в случаях ожогов. Офтальмолог пишет, как я уже сказал, есть запись офтальмолога, таракального хирурга. Например, предпочитаю назначать метилуроцил в таблетках у пациентов после обширных травматических операций на органах грудной полости. Ну, вот, соответственно, тоже имеет место такой опыт у хирурга-дерматурга. Ну, вот, вкратце, такой небольшой обзор на препарат метилуроцил. Благодарю за внимание. Продолжение следует...